Привет, друзья! Сегодня об интервалах. Интервал. Не путайтесь с интегралом. Это снова о том же. О звуковысотности. Так называется расстояние по высоте между звуками. Ну и давайте уже будем говорить между нотами. Для начала проясним один момент Нот у нас всего 7 Ну или строго говоря, учитывая диезы и бемоли, 12 Но звуков-то, похоже, гораздо больше Помните, как, к примеру, выглядит фортепианная клавиатура? 88 клавиш на всякий случай А дело в том, что у каждой ноты, у каждого звука есть близнецы-тезки И получаются они, если увеличить или уменьшить частоту колебания звуковой волны вдвое Ну и как настоящие близнецы, они звучат очень похоже, но не идентичны Вот нота ля, 440 герц А вот тоже ля, но уже 880 герц И это тоже ля, но герц уже всего лишь 220 Звучат они так, что практически сливаются в одну, да? Но расстояние между ними приличное Называется такой интервал октава От латинского octo 8 И составляет 12 полутонов 12 ладов на гитаре или 12 клавиш на фортепиано Можно сказать, что это такой главный интервал, самый крупный Фортепианная клавиатура охватывает более 7 октав Скрипочка 4 Остальные интервалы тоже носят названия, произошедшие от латинских числительных Секунда Серция Кварта Квинта Не путайте с пинтой Секста И септима Что-то маловато для 12 полутонов Скажете вы И будете совершенно правы Названия на весь звукоряд не хватает Поэтому секунды, терции, сексты и септимы Бывают малые и большие Разница опять-таки в полтона А кварты и квинты Чистыми, увеличенными и уменьшенными соответственно Увеличенные кварты и уменьшенные квинты Еще называются тритонами И водяные ящерицы здесь совершенно ни при чем Просто их размер ровно 3 Тона И звучат они, кстати, абсолютно одинаково То есть это фактически один и тот же интервал Просто в разных ситуациях Называется по-разному В зависимости от обстоятельств в нотном тексте И да, я забыл упомянуть, что есть такой интервал Который вообще не интервал Или скажем нулевой интервал Прима Расстояние между двумя совершенно одинаковыми По высоте звуками Такое созвучие еще называют унисон Когда два человека поют или играют одну и ту же мелодию По одинаковым нотам Они делают это в унисон Интервалы традиционно делят на консонансы и диссонансы Мы об этих понятиях уже упоминали Секунда и септима относятся к диссонансам А остальные к консонансам Ну понятно, что деление это весьма условно Как и представление человечества о красоте в целом А что будет, если мы сыграем не две ноты А три или даже четыре, пять и так далее А будет аккорд И это тема нашей следующей встречи Пока Субтитры подогнали Симон